беспроводные наушники с активным шумоподавлением до 40 децибел режимом прозрачности шестью микрофонами с технологией nc анимации при подключении водонепроницаемостью класса ipx5 полноценным управлением возможностью настроить все функции в официальном приложении также имеется игровой режим минимальная задержка и это только малая часть того что же нам обещает производитель в рекламе к наушникам сяоми кисево и мало бац ht05 но обычно кстати к и всего не обманывает за исключением определенных моментов но как же на самом деле дела обстоят у данной модели я сейчас вам обязательно расскажу распаковка поставляется данная модель в стандартный для кисева и упаковки выполнена она из тонкого картона на упаковке есть изображение устройства краткая характеристика и основные фичи по большому счету мне кажется что в гипермаркетах как раз такие штуки у них и продают как у нас кабельное хозяйство у кассы продуктовым пакинг обыкновенные в комплекте мы имеем бокс наушники амбушюры которых на первое время вам будет более чем достаточно но я советую прикупить более качественные амбушюру под один раз заморочиться получить на выхлопе цвет блеск красоту кабель для зарядки юсби и юсбиси весит один наушник 4,9 грамма бокс 40 граммов размеры бокса небольшие 55 на 55 на 28 миллиметров размер наушников 35 на 18 на 20 миллиметров звуковод овальные формы 6,6 на 5,4 на 3,1 миллиметра на звуководе установлена сеточка имеется выступ для удержания амбушюр все как всегда 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 мебендов 6 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много и мои контакты в описании в прикрепе мой телеграм канал с промокодами на алиэкспрессе все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме в основном на лайв канале перейдем же к наушникам от кисева и полетели продажи имеется белая и черная расцветка данной модели зарядный бокс изготовлен из матового пластика с глянцевой вставкой выглядит бог в целом хорошо в кармане не мешаются что отлично материалы хорошие как и сборка на свою стоимость из рук не выскальзывает отпечатки пальцев стремительно не собирает на корпусе расположили световой индикатор выступ для удобного открытия крышки надпись кисева и разъем для зарядки избитой пси которые расположили несимметрично люфт у крышки есть небольшой но и крепление пластиковые открыть одной рукой бокс можно но не всегда удобно крышка имеет фиксацию в открытом положении внутри бокса находится кнопка для сопряжения два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом маркировку left right и краткую информацию наушники в боксе слегка гуляют если попытаться вытрахнуть наушники с открытой крышкой придется приложить немало усилий вынимать наушники из бокса удобно так как есть специальные выемки емкость аккумулятора 350 миллиампер часов полный цикл зарядки занимает один час 55 минут беспроводной зарядки нет что в целом неудивительно наушники можно перезарядить от бокса до четырех полных раз что очень хорошо саморазряд у бокса я не наблюдал переходим к наушникам наушники внутри канальные затычки изготовлены они из матового пластика с глянцевой окантовкой пачкаются правда быстро но опять же относительно дизайн наушников хороший выглядят они действительно неплохо посадка данной пары удобно и подойдет многим из ушей слегка выпирают минимальная бы сказал если потрясти головой наушники не вылетят при длительном прослушивании музыки дискомфорта от наушников я не ощутил на корпусе наушников находятся контакты для зарядки световой индикатор который не мигает при воспроизведении музыки маркировка левого и правого наушника 6 микрофонов cnc это такое шумоподавление при разговоре как вы понимаете надпись киусева и сенсорная панель и стапов доступна плей пауза переключение треков регулировка громкости вызов голосового помощника сброс ответ вызова включение выключение игрового режима и переключение между режимами активного шумоподавления режима прозрачности и обычным режимом ложных срабатываний за время использования у меня не было на ткань сенсоры не откликаются управление удобное за что плюс приложение можно полноценно настроить тапы что очень даже удобно оснащены наушники 10 миллиметровыми динамическими драйверами из графена активное шумоподавление до 40 децибел на борту с тремя режимами работы nc работает хорошо конечно супер шумоподавления не ожидал но в целом я удивлен что она отрабатывает не совсем мрачно также есть режим прозрачности который можно отрегулировать ползунком по моим тестам при разговоре с собеседником можно не вынимать наушники окружающие звуки передаются без сильного искажения ко всему этому имеется режим четкого голоса заряд наушников шторки виден по одному работают и переподключение бесшовное автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством анимация на борту что удобно ко всему еще не совсем топорная мультипоинта на борту нет к сожалению емкость аккумулятора одного наушника 43 миллиампер часа полный цикл зарядки занимает около полутора часов отыграли они у меня на 80 процентов громкости по кодеку и си без активированного активного шумодава около 6 часов вместе с боксом данная модель может прослужить до 30 часов нон-стопом разумеется функцию быстрой зарядки данная пара не имеет водонепроницаемость класса ipx 5 разумеется их топил по итогу работают ура так что ipx 5 это защита от легкого пота и дождика так не делаем как я делаю в роликах приложение кисть его и все так же выглядит не очень но работает в целом хорошо ко всему там достаточно много различных настроек в нем можно посмотреть заряд аккумулятора в процентах наушников по отдельности но заряд боксу мне не отображается также есть настройка режимов шуму подавления ползунок баланса звуковых каналов встроенный плеер настройка тапов включение игрового режима включение режима сна при котором отключаются сенсорное управление далее можно обновить прошивку и для звучания в приложении есть предустановки и кастомный эквалайзер в данной модели предустановки хороший и работают на кастомный эквалайзер наушники откликаются неплохо так что настроить звучание под свои предпочтения можно без проблем последний это поиск наушников на карте по моему мнению данная функция вообще бесполезно bluetooth версии 5.2 что хорошо из кодеков на борту эссбси через две стены они не отваливались но фризы проскакивали при просмотре видео на ютюбе задержка минимальная и все кто скажут что youtube сам подстраивает ну друзья у меня были наушники в которых на ютюбе несмотря на то что он подстраивает задержка была просто дичайшая магия электронов правда в играх с игровым режимом задержка также незаметно что является отличным показателем но странно что с игровым что без игрового почти нулевая задержка в играх примеры вы сейчас увидите услышите на экране что и и в и и Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо на улице, все посторонние шумы не глушатся, но голос сильно не искажается, перегруз есть, но небольшое примеры, разумеется, сейчас суть, слышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников QCY Melody HT05. И QCY, я еще раз повторяюсь, плохого не делает, сейчас здесь, разумеется, максимальная тишина, птички поют, вы слышите мой голос, если будете так же на балконе с кем-то разговаривать, то примерно так вас будет слышать собеседник. Насколько хорошо или плохо решать всегда вам, но повторяюсь, что они делают копипасты. У наушников QCY есть огромный плюс. Первый плюс это то, что у них всегда есть программа, то есть как-то где-то что-то допилить они могут прошивками. У них безумное количество продаж, у них гиперлояльные ценники всегда. То есть большой курс, малый курс распродажи, нераспродажи, всегда у QCY вы можете что-то приобрести достойно. И они всегда выглядят прилично, я не скажу, что они какие-то плохие. Почему? Потому что и диоды нераздражающие, это раз, то есть они работают только во время работы, точнее во время поиска. И помимо диодов они из матового пластика, а не глянцевого, который неудобно брать. То есть ты берешь их и спокойно ими пользуешься. Пример работы микрофонов. Рядом вы слышите, табуретка проезжает. И здесь еще для нее самые великолепные условия, какие только могут быть для наушников. Но все равно, в принципе, вам будет достаточно. Мимо меня сейчас пройдет довольно громко машина. Ра-а-а, и все. И по большому счету можно примерно прикинуть, как вы сможете разговаривать в данных ушах. В тишине вы уже слышали. Не в тишине вы уже тоже услышали. У меня, разумеется, мини-бонус рядом с большой красивой машиной BMW. Но она не особо громко ехала, правда. Но сейчас хонда побыстрее поедет, надеюсь. Нет, не судьба. О, нет, хорошо. Звучание на 100% громкости каша легкая, но есть. Запасы громкости более чем достаточно. Лично мне достаточно 70%. Звучание меня удивило, так как оно неплохо сбалансировано и детализировано. Бас плотный и средний бас здесь, разумеется, в наличии. Середина хорошо проработана. Верха звучат отчетливо, без ощущения приглушенности. Глубина в наличии, инструменталы различим. И даже псевдодетальность какая-то есть. В общем, если на пальцах сказать, то, в принципе, китайские подделки, не путать с подделками, выходят на уровень по звучанию топовых наушников. Да, им не хватает ширины сцены, глубины, но опять же, это затычки. И как вы заметите, любые супер-мега флагманские наушники с кодеками высокой четкости довольно массивны. Могут иметь маленькую диафрагму, но сам корпус, он большой, физику никто не отменял. Но в целом, вот эти наушники играют лучше, чем они стоят. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi QCY Melody Buds HT05. Отличный выбор, так как за подобную стоимость мы имеем активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность полноценно настроить тапы, отличное звучание, кастом эквалайзер и не только. Сразу же вспоминаю Honor E-Buds 3X Moizen, которые стоят дороже, имеют практически такой же функционал, но отрабатывают максимально плохо, ко всему звучат однозначно не на свою стоимость. QCY Melody Buds HT05 достойны внимания, но здесь сразу ложка дегтя в конце ролика. У меня они словили рассинхрон, в идеале можно сбрасывать наушники за 10 секунд кнопкой в боксе удержанием, и потом они, по идее, должны обращаться в пару. У меня это не происходит. В общем, в целом, будем считать, что произошел форс-мажор, но к нему вы тоже должны быть готовы. Напоминаю, что QCY всегда без проблем возвращает средства. Если кому-то он не возвращал, напишите мне в комментах, я должен знать. Потому что сколько бы у меня подобных историй не было, у меня обычно оставались и наушники, которые словили рассинхрон, и деньги от продавца. Ну и, разумеется, лучше продавца не обманывать. Карма. По отзывам, только у меня такая проблема. Пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Подписываемся на канал с колоколом, подписываемся на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек. Всем, кто оставит любой комментарий больше пяти слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Девайсу, несмотря ни на что, и вопреки всему, однозначно, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.